Материнский капитал увеличен. Об изменениях размера на первого и второго ребенка рассказали в отделении социального фонда России по Карачаево-Черкесии. Развитие окружных телеканалов, как региональное телевидение поднять до уровня федерального, об этом и многом другом из ГТРК Южный Урал. Квоты для участников и своих детей о правах и льготах при поступлении в ВУЗы рассказала министр науки образования Республики. Мастер художественного слова в Государственной филармонии прошел творческий вечер заслуженной артистки Карачаева-Черкесии Алевтины Артемовой. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесии. С вами Дарья Тендит. Мониторить лесные пожары в Карачаево-Черкесии будут беспилотники. Оборудование позволит оперативно передавать информацию о новых очагах возгорания. С 1 января 2024 года стартовал национальный проект «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого реализуется федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные и беспилотные авиационные системы». В Карачаево-Черкесии беспилотники будут применены в целях охраны и защиты лесов от лесных пожаров. Потенциальными отраслями для применения беспилотников являются сельское хозяйство, строительный надзор, доставка грузов в труднодоступные районы и многое другое. С 1 февраля размер материнского капитала увеличен на 7,4%. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после перерасчета. В итоге размер материнского капитала с 1 февраля на 1 ребенка вырос почти до 630 тысяч рублей, а сумма на 2 увеличилась до 833. Если семья уже получала материнский капитал за первого, то на второго ребенка сумма увеличится на 202 тысячи рублей. Узнать, какая сумма материнского капитала осталась на счете, можно на портале госуслуг или по телефону горячей линии. Если брать с самого начала, когда начала действовать данная мера, то сертификат уже получили в Карачае-Черкесской республике более 45 тысяч семей. По 2023 году в Карачае-Черкесии получили сертификат 1759 семей. Самые популярные направления, куда используется данный сертификат материнского капитала, это улучшение жилищных условий, обучение детей и ежемесячные выплаты. Все повышения социальных фондов сделать в беззаявительном характере, поэтому обращаться в клиентские службы или в отделения социального фонда не надо. Все будет сделано в беззаявительном порядке. Избирательная комиссия Карачаева-Черкесии утвердила постановление по вопросам организации проведения выборов президента России. В ходе заседания подробно рассмотрели вопросы обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в государственных или муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц. В Северокавказской гуманитарной академии по поручению главы республики Рашида Тимрезова министр образования и науки Инна Кравченко встретилась с учащимися 9-11 классов, члены семей которых являются участниками СВО. Школьникам подробно рассказали о льготах, которые они могут воспользоваться при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача данной встречи – разъяснить выпускникам из семей участников СВО об особых правах при поступлении в ВУЗы и в колледжи. Встреча проходила на базе Северокавказской государственной академии с участием министра образования и науки Карачаева Черкесии Инной Кравченко, военного комиссара республики Сергея Белобородова. Также в режиме видеоконференции присутствовали представители учебных заведений региона и районных и городских управлений образования. Рассказали об этих особых правах, потому что внутри даже они разнятся для разных категорий детей. Поскольку наши выпускники сегодня стоят на пороге выборов предметов для сдачи государственной итоговой аттестации, постарались правильно их сориентировать, какие предметы необходимо сдавать. В ходе встречи выпускникам рассказали, что образовательными организациями устанавливается отдельная квота, в рамках которой дети участников специальной военной операции имеют право обучаться по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Поэтому при поступлении необходимо уточнить наличие таких мест. Льгота предоставляется также для героев России и для лиц с тремя орденами мужества. Военный комиссар республики Сергей Белобородов подчеркнул важность получения специальной справки с комиссариата, что у поступающих дети участников СВО могли подтвердить свой статус. Для тех граждан, которые уже у нас были участниками СВО, ваши родители блинские вернулись домой, у них документы есть на руках. Те, кто проходит действительно еще воинскую службу, но имеет незначительные увечья, но они подходят под второй пункт, поэтому надо будет необходимо прибыть в военкомат и запросить справку одну для того, чтобы получить как участника СВО, а второе сказать, что вот у моего родителя было ранение, вы знаете у всех. Военный комиссариат сделает запрос в медицинское учреждение военное, получит оттуда подтверждение и выдаст им тоже необходимый документ, который будет прикладывать потом в приемную комиссию. Участникам СВО и их детям предоставляются такие льготы, как преимущественное правозачисление. Оно используется в конкурсе при разных результатах сдачи ЕГЭ. В свою очередь, секретарь приемной комиссии СКГА Фатима Акбаева подробнее рассказала ребятам, по каким программам ведется обучение в Академии и также напомнила, что с этого года начнет функционировать военный учебный центр имени Героя России Канамата Баташева, который станет площадкой для военной подготовки студентов-очников. Алихан Эпшока, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Наполним музыкой сердца. Это название творческого вечера мастера художественного слова, музыковеда, сценариста, режиссера-постановщика и заслуженной артистки Карачаева, Черкесии Алифтины Артемовой. Юбилейный концерт состоялся в Государственной филармонии Черкеска. Он стал настоящим праздником прекрасного настроения для каждого гостя. Альбина Ламкова продолжит тему. История творчества жизни заслуженной артистки Карачаева, Черкесии Алифтины Артемовой богата талантливыми людьми. Живое эмоциональное выступление виновника торжества, ее удивительная манера речи и творческое мастерство никого не оставили равнодушным. За 30 лет творчества в Государственной филармонии Черкеска она в полной мере реализовала свой неиссякаемый творческий потенциал. Мы не волнуемся и переживаем за кулисами, и подглядываем в щелочку занавеса. Да тем интересно же посмотреть, какой зритель пришел в зал, в каком количестве, какое у вас, у зрителей, сегодня настроение. Это очень важно. Счастье для Алифтины Артемовой – видеть искренние улыбки и глаза зрителей. Конечно, и громкие аплодисменты, а еще уважение коллег. За что бы ты ни бралась, ты это делаешь так, что сегодня можно говорить только доброе. Никто не собирается тебя на перец отпускать. Не думай об этом. Я просто хочу пожелать тебе успехов, творческих, а самое главное – здоровья. Чтобы вокруг тебя были такие же талантливые, добрые, отзывчивые. На сцене выступили все коллективы, с которыми работала Алифтина Артемова. Начиналось все с клоунской группы «Ну и Ну». Выступление подарило гостям шутки, позитив и радость. Здравствуйте, дорогие зрители! И все! И все говорить не надо! И все говорить не нужно! И все говорить не нужно! Да я вам говорю! Плодами долголетней творческой деятельности Алифтины Артемовой было построено много музыкальных и литературных программ. Душа сцены – так говорят о ней коллеги. Это вот такой человек, который преподносит каждого исполнителя. Так она его поднимает, так она его возвышает, что после такого представления каждый исполнитель хочет выйти и дать, и выложиться на все 100%, показать свое мастерство, свое искусство зрителям. О ней говорить очень много можно, потому что она работает у нас в разных направлениях и жанрах. Алифтина Артемова сочетает в себе творчество мастера художественного слова, музыковеда, сценариста, режиссера-постановщика. Говорить о ее талантах можно бесконечно, отмечают коллеги. Разные направления и жанры делают ее неповторимой. Она тот человек, который освещает нашу жизнь, делает ее насыщенной, интереснее и богаче. Ярким музыкальным подарком и массой позитивных эмоций стали концертные номера. Прозвучала живая классическая музыка. Это считается основным направлением Алифтины Артемовой. На юбилейном вечере были исполнены русские народные эстрадные песни, зажигательные танцы, а также стихи и проза в исполнении коллега-артистов Государственной филармонии, где по сей день трудятся и вносят неоценимый вклад в развитие профессионального искусства Алифтина Артемова. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью заместителя генерального директора руководителя регионального департамента ВГТРК Арифата Сабитова. Всего доброго и до встречи. Спасибо.